Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих. С вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности. Сегодня мы с вами обсудим понятие истины. Это немножко такой новый формат. Мы будем обсуждать некоторые философские понятия, о которых нам есть что сказать. Так вот, начнем именно с понятия истины. Оно имеет отношение к всему философскому знанию и знанию вообще в принципе. Начнем с правильного определения истины и потом рассмотрим те определения, которые уже из него исторически образовались, но правильными не являются. Так вот, основное определение истины гласит. Истина это соответствие наших представлений реальности. Все. На этом, собственно, можно закончить любые определения истины, потому что здесь все сказано. У нас есть некая реальность, которую мы хотим познать, но о которой пока что ничего не знаем. И есть наши представления. Когда вот все это будет равно, тогда получится истина. Правда, появились в течение веков определенные другие теории истины. Например, авторитарная теория истины. Авторитарная теория истины исходит из факта доверия к авторитетному источнику, который является гарантом истинности того или иного высказывания. Определенно у нас вызывает сомнения такая постановка вопроса. Ну, потому что авторитет любой религиозный, научный, колоссовский может ошибаться. А если авторитет ошибается, проблемно становится, да. Мы не можем проверять, мы не можем просто доверять авторитет. Просто так доверить авторитету. Чего это? Мы должны доверять некому авторитету. Я не понимаю. А когерентная теория истины утверждает связанность и непротиворечивость в основных критериях истины. А кто вообще сказал, что истина должна быть непротиворечивой, например? Тоже непонятно. Непонятно, непонятно. Один из критериев непротиворечивость выводится на первый план, и это, конечно же, не очень хорошо. Вообще, истина может быть противоречива сама в себе. Ну, допустим, мир диалектичен, как у Гекеля. Или как-нибудь по-другому устроен. В принципе, не так уж и важно. Поскольку мы не знаем реальности, вот это представление и непротиворечивость может просто с ней абсолютно не совпадать. И тогда мы называем истиной то, что истиной не является. Конденциональная теория истины определяет истину как результат соглашения. Ну, то есть люди друг с другом болтают, соглашаются, и из этого якобы получается истина. Ну, такая теория конденциональная, она подходит для сантизма якобы, для науки. Потому что в науке это и происходит. Собственно, люди договариваются с друг другом, ученые по разным частным вопросам и получают якобы истину. Но проблема-то в том, что люди договариваются и в буддизме, и в христианстве, и в даосизме, и в исламе. И у нас огромное-огромное количество таких вот систем договоров. Кто прав? Непонятно, непонятно. Вот по конденциональной теории истины непонятно, кто прав. Потому что договор как бы уже имел место. А если в процессе договора, например, люди просто возьмут и скажут, ну нет, ученые не правы, мы не хотим слушать ученых. Вот что тогда получится? Придется менять теорию истины, скорее всего, ученым. Следующая концепция, это прагматическая концепция истины. Она исходит из практической значимости, получаемого в процессе познания результата. А практика как критерий истины, или как сама истина, это довольно-таки сомнительное, в общем-то, стремление. Ну, что такое практика? Вот мы берем молоток, берем гвоздь, забиваем молотком гвоздь в дерево. Мы совершили практическое действие. Нужно ли нам для этого знать какие-то реальные законы мира? Нет. Нужно ли нам знать какие-то законы мира для построения, например, ракеты? Ну, конечно, физики скажут, что нужно. На самом деле, в такой же степени, в какой нам нужно знать истину для того, чтобы вбить гвоздь в дерево. Вот вообще абсолютно в такой же степени. Просто несколько сложнее сами операции методом проб и ошибок, потому что это все равно достигается даже сложными убеждениями. Даже с незнанием законов природы это может быть достигнуто. Так вот, дело в том, что практическая концепция, она довольно-таки сомнительна в этом плане. Мы не можем говорить, что практика есть истина или практика главный критерий истины. Потому что практично может быть абсолютно все, что угодно, созданное на любых ложных основаниях. Вот и получается, что все вот эти вот концепции истины, они выводят вперед один из критериев. Возможно. Один из возможных критериев. Все критерии истины спорны при этом. Это дискуссионные вопросы. Можно ли практику считать критерием истины? Я, честно говоря, сомневаюсь в этом. Может быть, можно. Может быть, да. Может быть, есть определенные практические какие-то элементы, которые позволяют нам сказать, что вот эта практика действительно является критерием истины. Есть же духовные практики, например. Да. Сидит буддист, медитирует, достигает каких-то состояний и считает это практичным. Вопрос. Он приблизился к истине или нет? Практик очень много, они разнообразны. И каждый считает практичным что-то свое. И опять же, философия определяет, что считать практичным. Из этого у нас получается много, в общем-то, казусов, много проблем, которые мы не можем просто вот так вот принять. Но вот и получается, что все теории истины, все теории истины, кроме вот первой озвученной, они абсурдны. Они делают как бы скидку некоторым направлениям мысли, конечно же. Например, авторитарная теория истины делает скидку христианским богословам, потому что они есть авторитеты, и им удобнее, в общем-то, вещать свои положения из авторитарной позиции. А с другой стороны, непротиворечивость. Есть просто учения, которые основываются на непротиворечивости, и их основная фишка в том, что вот элементы их системы не противоречат друг другу. Ну и прекрасно, а вдруг это неправильно. Никто не спрашивает, как гугливать всем в основном. То же самое с соглашением. Ну, например, конвенциональная теория истины, она опирается, ну, это научное сообщество. Есть научное сообщество, и научное сообщество принимает, что верно, что не верно. Науке вот такой подход удобен, например. Но является ли он истинным? Трудно сказать. Скорее всего, нет. Скорее всего, нет по той причине, что общество у нас строится... Здесь много маленьких сообществ, которые имеют свои внутренние соглашения, и все эти соглашения, они друг другу противоречат. И вполне возможно, что в процессе соглашения реально, вот реальность может просто выветриться. Ну, из этого всего, собственно, следует, что мы с большим трудом можем приблизиться вот к этой штуке, к истине. У нас большие проблемы с определением критериев истины. А люди, которые пытаются переопределить каким-то образом истину, ну, они делают очень странные вещи часто. Это очень такие странные финты в духе. Все, истина — это авторитет, истина — это практика. Или еще лучше, истина — это наш общественный договор. Как договорились, так и будет истина. Ну, это смешно, по крайней мере. Вот первое определение, одно из первых. В соответствии наших представлений реальности, оно хорошее. Но, с другой стороны, просто вот именно вот этого соответствия наших представлений и реальности достоверно достигнуть невероятно сложно. И, может быть, даже невозможно. Именно поэтому люди пытаются вывертиться, придумать какое-нибудь такое вот утилитарное определение. Или практическое, или авторитарное, или какое-нибудь еще непротиворечивое, очень многое. Интуитивное. Очень много-много определений истины можно просто вот из воздуха придумать. Или на основании своего собственного учения. Наверстать. Но давайте будем все-таки честны. И если вот той самой истины, которая является нам в первом определении, мы не можем достигнуть, то говорить об истине, наверное, стоит как-то вот осторожнее. Осторожнее. Не нужно стремиться назвать там всю истину. Например, я смогу встать на руки, значит, я сказал истину. Или что-нибудь такое. Большинство вот этих вот критерий, они, знаете, в духе, вот, человек, когда чихнет, говорит, о, правду, правду, значит, я сказал. Вот это в таком духе. О, сообщество научное решило, значит, правда. Или какое-нибудь другое сообщество решило, правда. Или практика, кто-то там, не знаю, в космос улетел, ну, все, значит, мы знаем истину. Нет. К сожалению, все это все еще требует обоснования. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok